Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале НМТ, студии Махач Курбанов и короткий анонс. Мукамолы и хлебопеки получат финансовую поддержку. О том, как сейчас в печи продавать хлеб, расскажем в нашем выпуске. Все конфессии вместе. В столице открыт новый духовно-просветительский центр «Единство», оправдывающий свое название. Школьники и олимпийские чемпионы в одном строю. Саместная зарядка и общение вместе с отработкой приемов. Все это в спортивном блоке новостей. Дагестан получит почти 80 миллионов рублей для поддержки мукамолов и хлебопеков. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Инициатива входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Как развивается хлебопекарная отрасль в Махачкале и удается ли сдерживать цены на хлеб, узнавала Ларьяна Шамхалаева. Ароматный, свежий, мягкий. Хлеб. Он всему голова. Кто же в ответе за то, чтобы он вовремя оказался к столу? Хлебозавод – место, где из тестовой массы, не имеющей вкуса и запаха, рождается такая ароматная выпечка. Только это предприятие может накормить до 40 тысяч человек заводскими буханками. Завод производит очень большой ассортимент, очень широкий ассортимент. 120 наименований, кондитерские сделки, булочные изделия и хлебобулочные изделия. Хлебное ли дело хлеб выпекать? Как мука попадает на заводы? И кто отвечает за то, чтобы цена на хлеб оставалась приемлемой? Сегодня буханка в среднем стоит от 20 до 25 рублей в зависимости от места реализации. Но в Минсельхозе заверяют, что с учетом объемов производства муки и ее завоза, проблем с поставками и ценами не предвидится. Производством хлеба и хлебобулочных изделий нашей республики, как правило, занимаются представители малого и среднего бизнеса. У нас достаточно хорошая конкуренция в этом плане. И если оценить целом по России, у нас самая низкая цена на хлеб. 80 миллионов рублей, которые получит Дагестан, разделят между собой мукомолы и хлебопеки. Учитывая, что появились риски повышения цен на зерно, а также на выпекаемый хлеб, правительством Российской Федерации приняты меры именно по компенсации части затрат при производстве муки, а также при производстве хлеба и хлебобулочных изделий сроком годности не более 5 дней. Думаю, что данная мера поддержки позволит стабилизировать цену на хлеб, а также на муку. В планах же у работников дагестанских пекарен продолжать совершенствоваться, внедрять в работу новое оборудование и, по желанию потребителей, увеличить ассортимент продукции. Лориана Шимхалаева, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Экстренно привести в порядок дворы. Такая задача стоит перед управлением жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы. Для вывоза мусора задействовано порядка 400 человек, которые работают круглосуточно. Ежедневно удается устранить около 200 мусорных свалок, не имея достаточно спецмашин. Приоритеты у коммунальных служб по уборке отходов центральные улицы столицы. Сейчас ведутся поиски нового регионального оператора для возобновления нормальной работы. На сегодняшний день мы проводим работу в среднем где-то миллисуточно. Очищается порядка 200 личных контейнерных площадок. Привычны людские ресурсы. Порядка более 400 человек. Пытаемся решить эту проблему. Конечно, сил не хватает, и техники тоже не хватает. В дальнейшем, в принципе, постараемся, примем все усилия для того, чтобы до скорых завалов мусора на территории города Махачкалы не допускали. 100 семей военнослужащих скоро получат новые квартиры. Каспийская флотилия сдаст жилой дом. Жилье будет обеспечено современными энергоэффективными технологиями, а также системами отопления и водоотведения. Строительство жилого комплекса началось еще в 2019 году. Первый дом на 168 квартир для военнослужащих в Махачкале сдали в июне прошлого года. В Махачкале составилось открытие Духовно-просветительского центра «Единство». Теперь на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» представители трех мировых конфессий смогут комфортно проводить богослужения. Для них открылись специальные молитвенные сооружения, комнаты. На месте события побывал и наш корреспондент. Исторические события и открытие Духовного центра для верующих здесь могут одновременно проводить богослужения представители трех конфессий. Комплекс призван сохранить и укрепить добрые отношения между представителями разных религий. Идея моих друзей, идея дагестанцев, что впервые в мире будет этот центр создан в «Журавлях» в Дагестане, в России, это осуществилось. Я уверен, что наш народ будет гораздо здоровее и гораздо мощнее в будущем. В церемонии открытия приняли участие представители власти и общественности региона, научной интеллигенции и гости из Москвы. Им организовали экскурсию по культовым сооружениям. Мы молимся за здоровье и благополучие Дагестана. И сегодня открытие этого центра, единого центра, который и мечеть, синагога и часовня, она символизирует межконфессиональное согласие всего Дагестана. В рамках мероприятия состоялась и международная конференция. На ней обсудили вопросы благоприятного влияния религиозной среды на лечение больных коронавирусом. Таких аналогичных центров межконфессиональных будут только способствовать дальнейшему развитию как социально-экономического, так и общественно-политической ситуации в России Дагестан. Теперь в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» можно будет не только укрепить свое физическое здоровье, но и обогатиться духовно. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гацанов, телеканал НМТ, Махачкала. Исторический парк Махачкалы посетили свыше 50 тысяч человек в 2020 году. Руководство музея отмечает, что это достаточно высокие показатели, учитывая, что с марта по сентябрь музей был закрыт из-за ситуации с коронавирусом. В период карантина экскурсионная служба парка осваивала новый формат. В этом году в мультимедийном комплексе «Россия. Моя история» ожидают еще больший наплыв посетителей. «Зарядка с чемпионом» прошла в 13-й гимназии Махачкалы. Поднимали спортивный дух школьников и заряд бодрости, а также создавали позитивное настроение на площадке олимпийские чемпионы Гайдарбек Гайдарбеков и Радик Исаев. Ребятам удалось не только побегать и попрыгать, но и отработать несколько боевых приемов и пообщаться со спортсменами. Я занимаюсь боксом, и для меня была большая честь, что пришли спортсмены, дали мастер-класс, сказали, как нужно жить, дали полезные советы, не употреблять, жить здорово. Мне очень понравилась эта встреча, она очень запоминающаяся, как по мне. Она пропагандирует правильный настрой у молодежи, то есть не надо заниматься чем-то плохим, нужно больше уделять времени спорту, чем-то хорошему, занятиям, как сказали наши чемпионы. Одновременно такую зарядку еще в 12 школах республики провели 15 выдающихся спортсменов. Организаторами акции выступили Министерство спорта Дагестана и региональный ОНФ. По мнению организаторов, такие акции способствуют не только укреплению физического здоровья школьников, но и помогают лучше настроиться на успехи в учебе. На этом у нас все. Оставайтесь с ННТ, смотрите новости, не переключайтесь. До свидания.